Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы продолжаем с вами чтение книги «При мудрости Иисуса Сына Сирахова», 41 глава. Обращение к врагу человеческому, к смерти. С него начинается 41 глава, и хоть и не нова эта тема в обращении премудрого Иисуса Сына Сирахова к своим детям, но тут особой горечью и особыми наставлениями сопровождается это обращение. «О смерть! Как горько воспоминание о тебе для человека, который спокойно живет в своих владениях». Она неизбежна, но особенно горько для того, кто воспринял себе ложные мысли за истинные и свое собственное существование на земле, временное и тленное, возименовал собственными владениями и, показывая их другим, величается над ними, и сам в себе построил пьедестал для самого себя, и для такового напоминание о неизбежности исхода ужасно. Для человека, который ничем не озабочен и во всем счастлив, и еще в силах принимать пищу. Если для человека измерение счастья касается только земных предметов, и он не в состоянии проникнуть мыслью своей, взглядом своим в будущее, как в неизбежность исхода, так и в неизбежность быть приуготованным, облечься в новую жизнь, таковы самими способностями земными принимать пищу и не иметь ни в чем нужды, на время только упокаиваться для того, чтобы еще горше испугаться, еще страшнее обнаружить неизбежность своего исхода. О, смерть! Отраден твой приговор для человека, нуждающегося и изнемогающего в силах, для престарелого и обремененного заботами обо всем, для не имеющего надежды и потерявшего терпения. Столь горька бывает жизнь для некоторых, что и смерть представляется им вожделенным успокоением, во всяком случае удалением от тех скорбей, которые тяготят в жизни. «Не бойся смертного приговора, вспомни о предках твоих и потомках, это приговор от Господа над всякую плотью». Здесь время размышления о исходе. «Помни последнее твоего веки не согрешишь», писал премудрый Соломон. И это наставление необходимо всякому человеку, молод он или стар. И когда наши современники то и дело опасаются пройти мимо кладбища, зайти на кладбище, в состоянии беременности или при каких-то совпадениях дат оказаться на кладбище, с которого на тебя отдохнет запах смерти и каким-то образом, может быть, повредит душе твоей, никаким образом не повредит, не бойся думать об этом и о смерти неизбежной для себя рассуждая, не ужасайся. Вспомни о всех, кто жил до тебя и кто будет жить после тебя, ибо их всех касается тот же от Господа приговор, необходимый для рода человеческого. И утешение в этом приговоре одно, что тот, кто изрекает приговор, сам и для себя определяет будущее страдания и смерть вместе с родом человеческим ради грядущего его воскресения. Итак, для чего же ты? Для чего ты отвращаешься от того, что благо угодно Вышнему, Всевышнему? Господь назначил смерть как благо, уберегающий нас от разлития и развития в зле, подобно дьяволу, который не может покаяться, а потому и неизбежно уготовано ему в вечности озеро огненное. Десять ли, сто ли или тысяча лет в аде нет исследования о времени жизни. Дети грешников бывают дети отвратительные и общаются с нечестивыми. Какая печальная картина. Кажется, никакими другими яркими красками нельзя изобразить столь очевидно и трагично. То, что касается состояния людей с нераскаянной душой, с грехами, которыми они как коросты облеплены, их отвратительность, устроение будет особенно заметна тогда, когда будут им подражать в их образе жизни, в их образе мысли их собственные дети. И не только дети, но и те, с кем они общаются. Тут как бы живописует нам богодухновенный автор какую-то череду настоящих душевных уродцев, которые, будучи добровольно искалечены грехом и порождают подобных себе. Наследие детей грешников погибнет, и вместе с племенем их будет распространяться бесславие. И далее, не только на самих детях, на тех, кто их окружает и кто с ними общается, но и на их потомстве, и на племени их это бесславие будет отражено. Этими словами, кажется, самое окаменелое сердце может смягчиться и заледенелое растаять, побуждая к покаянию. Если человек не хочет ради самого себя изменить себя, ради здоровья своей собственной души принести покаяние в грехах своих, пускай он ужаснется того последствия, которое оставит его нераскаянность, на его потомстве и на том народе, который будет после него. И ради того, чтобы избежать им этого печального и отвратительного состояния, пускай приведет прежде смерти душу свою в Богом установленный порядок покаяния. И ради того, чтобы нечестивого отца нечестивого отца будут укорять дети, потому что за него они терпят бесславие. Горе вам, люди нечестивые, которые оставили закон Бога Всевышнего. «Когда вы рождаетесь, то рождаетесь на проклятие, и когда умираете, то получите в удел свой проклятие». Вот это страшное состояние отчуждения от Бога, именно это означает слово «проклятие», это совершенное отчуждение души человеческой и в этом веке, и в будущем от источника всех благ Господа. «Все, что из земли, возвратится в землю, так нечестивые от проклятия в погибель». То есть и рождаются они с этим Бога отступничеством, не то чтобы они были лишены нравственного выбора или были бы предназначены к погибели, но Господь предвидит их нераскаянность, потому и говорится, что при входе их в жизнь сопровождает их нечестие и при исходе умножается с ними проклятие, поскольку в дни земной жизни ведает Господь еще прежде исполнения. Не захотят они употребить на возвращение к Господу своему. Плач людей бывает о телах их, но грешников и имя недоброе изгладится. Иное дело плоть, иное дело имя человека, который живет в веках и в личности поврежденной, в личности отвращенной от Бога. Не столько, говорит премудрый наставник, достойно оплакивания тела, умирающие, но то нечестие, которое сопряжено с именем его, будет еще поводом для еще большей скорби и для памяти недоброй, и для вечного воздаяния в области тьмы и огня вечного. Заботься об имени, ибо оно прибудет с тобою долее, нежели многие тысячи золота. Многие люди с благовением относятся к своему наименованию, как они названы, что с этим именем им должно приобщиться, что с этим именем их будет сопровождать в земной жизни. Но немногие думают о том, что имена, данные нам в святом крещении, есть образы наших святых покровителей. И цель жизни всякого человека, носящего имя одного из святых православной церкви, это оказаться похожим на того, в честь которого ты оказался назван. И это и называется с именем своим обойтись бережно. Это и называется позаботиться об имени своем. Значит, оказаться достойным тех великих имен, которыми мы наречены Александр Ли, Лука, Матфей и многие другие. За каждым из них стоит подлинная звезда церковная, украшающая небо. И жизнь надлежит проводить так, чтобы имена, данные нам в честь святых, оказались нами прославлены, а не осквернены. Дням доброй жизни есть число, но доброе имя пребывает вовек. Соблюдайте, дети, наставления в мире, а сокрытая мудрость и сокровища невидимые, какая в них польза? Наставления в мире — это значит те наставления, которые слышатся в мире, которые доступны для многих. И сами ею наслаждаясь, ее принимая, будьте сами источниками мудрости для окружающих. Не сокрывайте их, поскольку не будет в них пользы, если останутся они погребенными только в вашей собственной душе, и не будет возможности пользоваться ими, вашей мудростью, словами света и разума, тем, кто окружает вас. Лучше человек, скрывающий свою глупость, нежели человек, скрывающий свою мудрость. Вообще скрывающий свою глупость — хороший человек. Плох человек, который не скрывает свою глупость. Тот, кто умеет о ней позаботиться и не выставлять ее на общее обозрение, тот уж как минимум не лишен рассудительности. Но ответственность будет при Богом у того, кто имел мудрость, но сокрыл ее от ближних своих. Итак, стыдись того, о чем я скажу, ибо не всякую стыдливость хорошо соблюдать, и не все всеми одобряется по истине. Мысль наставника о том, что не всякая стыдливость хороша. Некоторые по неуместной скромности не делают добрых дел, не являют попечения, или, как мы слышали чуть выше, не делятся мудростью своей. А есть нечто, чего подлинно надлежит стыдиться. Стыдитесь. Пред отцом и матерью блуда. Ибо они в семейной жизни изучали и родили тебя. А всякий блуд есть не подготовка к жизни семейной, не подготовка к браку, а состояние ему противоположное. Это и есть поругание не только своего естества, но и унижение достоинства своих родителей. Перед начальником и властелином стыдись лжи. Ибо кто и является верным тружеником, как не тот, кому незнакомо лесть и ложь в устах его. Перед судьей и князем стыдись преступления. Предсобранием и народом беззаконие. Перед товарищем и другом неправды. Пред соседями кражи. Почему пред соседями кражи? Потому что соседское рядом, а все, что кажется под рукой у тебя, еще особенно если плохо лежит, то почти кажется моим. Этого надлежит быть, более всего этого опасаться и стыдиться перед соседями своими какого-либо мздоимства, какого-либо несправедливого приобретения. «Стыдитесь сего и предистинную Бога, и завета Его. Стыдись и облокачивание на стол». Это тогда, когда от отягощения чрева и от упоения излишествами вина человек уже перестает иметь способность стройно восседать за столом, но только локти спасают его от совершенного падения, как сейчас бы сказали, лицом в салат. Но надо всяко оставаться в силах, а для этого соблюдать меру во всем, что принимаешь ты. Обман и стыдись при займе и отдаче, поскольку в духе нашего времени считать, что отдавать долги нужно только тогда, когда тебе уже страшно за себя от угрозы взаимодавца, который любыми честными или нечестными путями готов потребовать обратно свое. «Стыдись молчания пред приветствующими», то есть не будь нелюдим и необщителен общительностью и милосердием и милостыней, говорит апостол, «приобретаются друзья и не только на земле, но и на небе». «Стыдись смотрения на распутную женщину и стыдись отвращения лица от родственника». Сейчас для того, чтобы смотреть на распутных, совсем не обязательно идти куда-нибудь на панель для знакомства с этими образами. Достаточно быть несколько неряшливым в своих странствованиях по интернету, чтобы масса нечистых впечатлений остались бы на душе, ее приводя в нечистоту. И надлежит стыдиться, беречься этого по указанию мудрого наставника, особенно молодежи, у которых еще сохранилась отчасти чистота их души. И для того, чтобы она не оказалась, быстро, стремительно и необратимо потеряна, надлежит крайне беречь очи свои от воззрения на всякое распутство и на всякие нескромные изображения, которыми так переполнены теперь эти сети мировые. И стыдись отвращения лица от родственника. Постыдное дело не помогать тем, кто твои по плоти и по крови родня. Об этом и апостол говорил, что кто не помогает ближним своим, домашним своим, тот отрекся от веры и хуже язычника. Снятие, отнятие, стыдись доли и дара. Не претендуй на все плоды, совершенного вместе с другими людьми, труда. У всякого есть своя доля. Стыдно ее присваивать себе, но не только законную долю, но и дар. Не постыдись принести тому, особенно кто нуждается. Стыдись помыслу на замужнюю женщину, ухаживание за своей служанкою. Какие практически полезные наставления юноши, если бы все наше молодое поколение проходило бы взросление вместе с книгой премудрости Иисуса Сына Сирахова. Скольких избежали бы бед, скольких разочарований и ударов судьбы те, кто, вооружившись наставлениями премудрого сына Сирахова, поступали бы по его совету. Стыдись ухаживания за своей служанкой и не подходи к постели ее. Многие думают о себе, что они неуязвимы, однако в измерениях домашних, в уединенных местах, оказавшись с предметом соблазна, пали падением горьким, и падение это было великое, и трудно было восстать после того, как в плоском грехе обретается душа, особенно юная. Потому благоразумному следует и не подходить близко к источнику соблазна, помня о том, что мы в нашем падшем естестве подобны сену, которому стоит только поднести искру, и оно может тотчас воспламениться и сгореть. Пред друзьями стыдись слов укорительных, и после того, как ты дал, что-либо подал, подарил, не попрекай. Повторение слухов стыдись и разглашение слов тайных, и будешь истинно стыдлив, и приобретешь благорасположение всякого человека. Вот какой простой и ясный нравственный путь приобретения себе и мира внутреннего, и расположения ближних. Стоит на сердце своем положить эти глаголы, наставления, и великими богатствами небесными и земными почтит Господь такового.